Привет! Большинству хотя бы раз было интересно узнать свой психологический возраст, но интернет предлагает лишь глупые тесты с вопросами наподобие «считаете ли вы себя смешным» или «какой сорт винограда вы любите?». Я пришла сюда, чтобы рассказать вам, как вычислить ваш психологический возраст без глупых вопросов. Вы получите эту цифру сами, и вам не придется полагаться на недостоверные результаты тестов. Перед началом приготовьте листочек, ручку и калькулятор, ведь мы работаем с цифрами. Итак, давайте начнем. Первое. Напишите на бумажке ваш настоящий возраст. Второе. Пофантазируйте, до какого возраста вы бы хотели прожить. По большей части самые нужные данные мы уже написали. Теперь в столбик нужно написать годы своей жизни с промежутком в 5 лет. Если звучит непонятно, то, думаю, наглядно вы поймете, что нужно делать. Начинаем с 0, 5, дальше 6, 10, 11, 15, 16, 20, и так далее до возраста, которого вы бы хотели прожить. Я для примера закончу на 86, 90. Теперь время вновь напрячь мозги. Вам нужно будет оценить качество жизни на каждом из промежутков по 10-бальной шкале. Включительно до возраста, в котором вы находитесь сейчас, это сделать несложно. А для всех остальных промежутков придется просто предполагать. Мы ведь все-таки психологический возраст вычисляем. Сделали? Отлично! Дело осталось только за подсчетом и вычислениями. Проводим черту под тем промежутком чисел, в которых вы живете сейчас. У меня это 16-20. И считаем сумму оценок, которые вы выставили за всю прожитую часть жизни. Далее находим сумму баллов, поставленных жизни, которая ждет вас впереди. И также нам понадобится сумма очков, поставленных всей жизни в целом. Напоминаю, что эти числа я использую только ради примера, и у каждого они должны быть свои. Аккуратно! Сейчас будут вычисления. Так что напрягите свои извилины, при факте их наличия, конечно же. И проследите, какие числа я использую. Нужно разделить число очков, поставленных прожитой жизни, на число очков, поставленных всей жизни в целом. Постарайтесь делать все правильно на этом моменте, и не пугайтесь некрасивым дробям. Просто округлите их до двух значков после запятой. Итак, решающий момент. Умножайте полученное число на возраст, который вы бы хотели прожить. И тадам! Вы получили свой психологический возраст. Все было не так уж и сложно. Лично я по данным подсчетам старше реального возраста всего на 2 года. А вы? Пишите в комментариях и делитесь этим видео со своими друзьями. Думаю, им тоже будет интересно узнать. Не забывайте про лайки и колокольчик. Увидимся в следующем видео.